Полные версии подкастов, эксклюзивные инсайды про моё творчество и сливы треков до релиза на моём бусте. Всего по цене одного школьного обеда. Ссылка в описании. Подпишись, если не лох. Ой, как сложно ник прочитать. Полагаю, это Джей... Джей Дэй? Джей Дэй? Джей Дэй, наверное. Так лучше звучит. Спрашивает. Опиши свои впечатления от первого прохождения Mora Pathologic 2. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну, во-первых, во-первых, всем, кто сейчас это смотрит, у кого есть компьютер, который вытягивает нормально игры современные. Прямо сейчас направляетесь в Steam, покупаете Pathologic 2, aka Mora Utopia, и проходите. Возвращаетесь в мир после прохождения другим человеком. Pathologic 2 это самая уникальная, самая тревожная, самая, извиняюсь, эмоционально вот эта вот качельная игра, в которую мне когда-либо доводилось играть. Моё мнение по Мору такое, что, во-первых, эта игра гениальная тем, что ты никогда не оказываешься в середине конфликта, как во всех RPG классических. Во-вторых, ты в игре постоянно чувствуешь себя ебаным лохом, который ничего не успевает и всё делает неправильно, и я такое обожаю. Мне не нравится отыгрывать чувака, который может спасти мир, выебать всех женщин и, блядь, и заработать много денег. Ну, просто, вау, идеальный персонаж. Вот в море ты играешь за ебаного лоха, и это так прекрасно. Это так охуенно. Ты можешь ни на один квест в игре не прийти, если ты не захочешь. Ты можешь все 12 дней проваляться дома, просто выходя на улицу за едой, никого не спасая. Игра максимально вариативная, ни в чём тебя не останавливает, и по факту выборы принимает не игра, а ты. И это охуенно. Геймерский кайф состоит от количества принятых решений в секунду. И в море максимум этих решений. Это именно, ну, дрочить на эту игру можно. Она должна быть в учебниках по геймдизайну, вот серьёзно, настолько это мощная вещь. Эмоции у меня были страшные. Я проходил с другом в Дискорде, я ему стримил все 20-30 часов прохождения. И раз в полчаса мой друг просто слышал. «Егор, я не хочу в это играть, ну, бля, ну, Егор, ну, нахуя?» То есть, у меня прям истерики были. Настолько нервная, тревожная, напряжённая игра, что я еле-еле её вывез. Я натурально кричал, кричал от напряжения и тревоги, которые мне доставлял мор. Настолько мне было некомфортно, но интересно в него играть. Вот, поэтому, чуваки и пацанесса, я всем рекомендую Pathologic 2 More Utopia. Пожалуйста, ради меня пройдите её до конца, не сдавайтесь. Это самая сложная игра в вашей жизни будет, но она того пиздец стоит. Сюжет там просто мозги взрывает. Я в ахуе с этого сюжета. Это, наверное, один из лучших сюжетов в играх, как по мне. Он очень литературным языком написан, что реально можно просто как книгу читать сценарий Мора. Поэтому вот. Ну, и ещё это одна из лучших игр, в которые я вообще когда-либо играл. Она у меня находится в топ-3. На первом месте у меня... Ну, у меня разношёрстный топ, если честно. На первом месте у меня Max Payne третий. На втором Fallout New Vegas, на третьем More. Ну, и в целом этот топ можно перемешать. У меня нету какой-то игры, которую я прям люблю больше всего. Поэтому More это одна из лучших игр, в которые я играл когда-либо. Учитывая, что я прошёл, наверное, тайтлов 500. Наверное, за всю свою жизнь. Вот. Короче, More всем рекомендую. Мне очень понравилось. Спасибо за вопрос.